Всем привет! Это видео будет не для всех. Меня несколько раз просили показать, какие упражнения, какой массаж лица я делала при параличе Белла. Я решила наконец-то записать это видео. Вернее, это уже третья попытка записать такое видео. Две предыдущих я забраковала. Посмотрим, что будет с этой. В общем, я не накрашена, накрасила только губы, потому что буду... Без губ я очень бледная. А не накрашена, потому что буду показывать все подробно, как и что. Так, значит, парализована у меня была вот эта часть лица. Да, правая. Правая, да. Так, что будем делать? Я массаж лица делала сначала три раза в день. То есть я начала его делать где-то на третий-четвертый день. После начала медикаментозного лечения. То есть первые три дня, три-четыре дня там, по-моему, нельзя делать, потому что идет воспалительный процесс. А вот. А уже с третьего или с четвертого, точно не помню. Вот как-то вот так вот. Я начала делать массаж три раза в день. Потом я делала два раза в день. Что хочу сказать? Это не массаж, который мне прописал доктор или еще что-то. Это мой личный набор упражнений, которые я брала отовсюду. То есть я посмотрела кучу роликов в интернете. По делу, без дела. Все скомпоновала и, ну, как бы для себя выбрала то, что, ну, как бы мне хотелось делать. То есть интуитивно, что я хотела делать. Возможно, кто-то там скажет, что это неправильно. Не знаю. В общем, мне помогло. Мне помогло. Всякие разные упражнения здесь напиханы. Мой главный принцип – это заставить лицо как можно больше двигаться. Двигаться, как можно больше его размять. То есть вот именно этого принципа я придерживалась. Поэтому я делала массаж по маслу. У меня вот такое вот кокосовое масло. Такое кокосовое масло. Я всегда по нему. Потому что крем, он очень быстро впитывается. А на сухую, ну, некомфортно делать массаж. Некомфортно. Поэтому я всегда по маслу. То есть вот я беру. Оно в руках очень быстро тает. Возможно, это даже очень большой кусочек я взяла. Потому что когда слишком много, руки проскальзывают. Так, масло растопили. Все, наносим на лицо. Ну, тут маленечко осталось. Сейчас мы его так. Прямо обильненько. Пускай немножечко, немножечко впитается. Потому что когда слишком много, руки будут проскальзывать. Ну, можно по-жирному крему делать. Кому как удобно. То есть я показываю, как мне удобно. Ой, уже приятненько. Приятненько, приятненько. Так прям приятненько. Можно размять всяк-разно, да? Вокруг глаз. Все равно мышцы надо чуть-чуть разогреть. Так, начинала я всегда с лба. Начинала с лба, естественно. Ой, как приятно, боже. Ой, прям кайфушки. Начинала я всегда с лба, так как эта часть была не рабочая. Естественно, когда я выполняла упражнение, эта часть была обездвижена, да? И каждый раз я помогала себе руками. Вот. Значит, что делаю? Ну, начну я с точечного массажа. По всему лицу пройдемся, да? То есть вот здесь вот у нас у основания бровей. Ну, вот здесь вот в начале бровей есть такие, вот если вы пощупаете, есть такие, ну, как бы маленькие ямочки. Вот вы их пальцами нащупываете и такие вот круговыми движениями несколько секунд массируете. В одну сторону, в другую. Слегка надавливаете. Потом вот здесь вот на, скажем так, да, на самой высокой точке бровей есть тоже такие маленькие, еле заметные углубления. Вот вы пальчиками их нащупываете и тоже так же массируете. Вот здесь вот где-то, сейчас. Здесь вот. Вот они такие ямочки, еле заметные. Ну, еле ощутимые, но они ощутимые. Здесь и вот здесь вот тоже такие есть ямочки, их массируем. Затем вот здесь вот, вот здесь, вот здесь есть такие ямочки. Блин, с ногтями, конечно, не очень удобно это делать, но попробуем. Ой, как приятно, боже. Здесь находим ямочки. В разные стороны массируем. Кстати, а вот здесь вот у основания ноздрей есть ямочки. Вот здесь вот под скулой есть такой, тут уже не ямочек, а такой бугорочек. Его находим, массируем. Может быть, немножечко больновато. Затем вот в уголках губ. И вот здесь вот. Так, ну все. Точным массажем прошлись. Начнем с олба. Я начинала с 10 упражнений. Один подход по 10 упражнений на лоб, да. Потом со временем я увеличила до 3 подходов по 10 упражнений. То есть мы просто поднимаем брови вверх, да. Раз, два, три. Естественно, здесь, если не рабочие, это все делаем руками, да. Блин, вот в общем. Начинаем с олба, да. Поднимаем. Начинаем с олба, поднимаем. 10 раз. Естественно, если не поднимается, то помогаем, да. Руками. Вот так вот. Затем вот такие вот движения. Разглаживающие. Ну, чем больше вы разминаете лицо, чем дольше, чем дольше, тем лучше. Тем более это так приятно. Потом я делала вот так вот. То есть рукой, да. Не вот так вот прогоняла, а вот и уходила в волосы. Так, волосы сейчас. И уходила в волосы. То есть вот отсюда, вот отсюда пальцы. И вот они расходятся, чтобы кровоток, ну, между пальцами был. Не просто вот так вот фигачите, а вот так вот. Причем я всегда проминала и обе стороны. То есть не с одной стороны лица работала, а всегда старалась обе стороны проработать. То есть если я здесь вот такие вот массажные движения делаю, то есть сначала мы вот сюда пошли, да. Сюда сначала пошли. А потом двумя руками по всему лбу. Блин, не очень удобно из-за ногтей. Раньше у меня таких ногтей не было. Было гораздо проще. В общем, разминаем. Можно вот такую вот гармошечку тоже делать по всему лбу. Такую. Руки, конечно, проскальзывают, но ничего страшного. Такую вот гармошечку. Самое главное, чтобы кровоток пришел. И опять разглаживаем. Вверх и в сторону. Тоже не с сжатыми пальцами, да, не сомкнутыми. А именно вот можно даже вот один палец, чтобы заходил вот по глазу ездил, да. Так вот раз. Вот так вот. Но здесь я уже не считала, да. То есть если я поднимала, если я поднимала брови, я считала. А вот все вот эти поглаживающие движения, это уже на ваше усмотрение. Чем дольше и больше, тем лучше. Затем мы хмурим брови, да. Вот так вот. Тоже 10 раз. Но это упражнение я делала недолго, потому что я заметила, что у меня стала появляться вот эта вот межбровка. Которого у меня раньше не было. И я подумала, что с хмурением у меня все в порядке. Я перестала ее делать. Ну, как одно упражнение я его перестала делать. Но, естественно, если у вас не получается хмурить брови, то помогаем рукой. Да, каждый раз. Затем опять разгладили все. Разгладили. Затем комбинируем. То есть мы хмурим и вверх. Хмурим, вверх. Хмурим, вверх. Хмурим, вверх. Хмурим, вверх. Естественно, рукой, да. Хмурим, вверх. Хмурим, вверх. Ну, когда не работает. Сейчас у меня уже все работает, но тогда я всегда помогала себе рукой. Да, потому что надеются, что мышцы сами как-то пройдут в норму. Но нет, нам нужно помочь им вспомнить. Да, хмурим, вверх. Хмурим, вверх. Ну, естественно, дальше опять мы все разглаживаем. Разглаживаем. Вот, собственно, с лобом мы закончили. Дальше глаза. То есть у меня глаз один полностью не закрывался. Не закрывался. И он был немножечко увеличен из-за того, что мышцы не работали. Да, то есть он не смыкался. То есть глаз был немножечко увеличен. Поэтому основную нагрузку, в принципе, я делала на глаза. Естественно, мы закрываем максимально, открываем. Закрываем, открываем, да. Если глаз не закрывается, опять же, пальцем. Пальцем всегда помогаем. Рукой, пальцем помогаем закрыть, сделать движение. Да. Зажмурились, открыли. Зажмурились, открыли. Ну, по 10 раз. Я говорю, я начинала все упражнения по 10 раз. С одного подхода. Потом доходили до трех. Десять раз, три раза. Десять раз сделали, немножечко отдохнули. Еще десять раз отдохнули. Еще десять раз. Так, затем просто закрываем. Вы когда закрываете, то есть когда закрываешь, нужно стараться максимально напрячь глаза. Как бы это объяснить-то? То есть максимально опустить веко вниз, постараться напрячь мышцу, да. То есть не просто замкнуть глаза, а вот именно максимально не жмурясь, максимально закрыть глаза, не жмурясь. Такое упражнение. Затем по очереди, да. Этот глаз закрываем, этот открыт. Этот открываем, этот закрыт. И вот так вот смотрим, да. То есть сейчас я могу, в принципе, ими обоями двигать, да. А тогда я помогала пальчикам. Закрыли. Вот такое упражнение. Опять разгладили все. Разгладили. Затем сокращаем вот эти вот круговые мышцы глаза. Да, то есть вот так вот. То есть, когда вы вот так вот делаете, у вас вот здесь вот, ну, как бы собирается, да. Так как у меня этот глаз был на расслабоне, скажем так, да, я помогала рукой. Вот так вот. По максимуму, по максимуму, чтобы вот, ну, здесь вот кожа немножечко собралась, да. Разные стороны. Так, так, далее. Но, с одной стороны, у меня не морщился, не морщился. Поэтому я его морщила специально и помогала пальцами еще, усугубляла, скажем так, да. То есть вот. Еще, знаете, вот такой вот галочкой желательно вот так вот и этому. Ну, чтобы. Я всегда делала с двух сторон. Если уж эти мышцы прокачивать, то, ну, надо все. То есть, вот старалась максимально. Только не на глаза пальцами заезжать, а вот, ну, как бы вот здесь вот, да, здесь у нас вот костяшка заканчивается, начинается глазниться. Вот до костяшки, до костяшки, не по глазу. То есть морщим в нос, помогаем руками. И заодно пальцами, видите, максимально, какое бы упражнение ни делала на нос, на глаза, ну, на лоб понятно, что как бы руки до лба не доходят. Но вот дальше глаза, нос, губы, какое бы упражнение ни делала, я старалась все вот, ну, максимально задействовать. Если даже упражнение на глаза, то есть я стараюсь их вот как бы мышцы вокруг глаз собрать. Морщу, морщу нос, а глаза все равно в напряжении. Морщу нос, а глаза в напряжении еще параллельно руки, щеки прорабатывают, да, то есть максимально все. Все максимально. Дальше у меня одна ноздря, она не двигалась. То есть эту я могла вот так вот сделать, а эту нет. Естественно, я, ну, помогала вспомнить ноздре, как ей вдыхать, да. И вот я вот так вот беру, брала и... И немножко периодически буду смотреть на себя. То есть когда вы вот так вот нос делаете, да, движение. То есть ноздря помогаю. Воздух вдыхаю и ноздри как бы выворачиваю как. С ногтями это не очень удобно делать, конечно. Вот таким образом. И опять. И опять глазки напрягаем, глазки напрягаем постоянно. Глазки напрягаем, руками щечки поднимаем, даже прорабатывает. Носик морщим. Конечно, видео не для слабонервных, но мы здесь не за красотой, да, а мы упражнения делаем. Все максимально, только на глаза не заезжайте, руками будьте осторожны, да. До глазниц. Все делаем по кости. И желательно вот по маслу, потому что руки скользят. Носик морщим, глазки напрягаем, все прорабатывая. Все прорабатываем. Дальше. С губами, конечно, все сложнее. Губы у меня полностью не восстановились вот с этой стороны. Но при разговоре, в принципе, не особо видно. Только если я их вытягиваю уточкой, это можно заметить, а так нет. Губы. Собираю, да. В тугую писечку, как говорят косметологи, тугую писечку собираем. Глазки напрягаем, да, глазки напрягаем. И стараемся улыбнуться не губами, а мышцами. Глазки при этом напряжены. Губки напряжены, чтобы они не в улыбку расплывались, да, а чтобы именно вот мышцы внутренние работали. Вот видите, вот эта часть работает. Если вдруг так не получается, естественно, помогаете рукой, да. Именно вот собрали букву, вот прям вот сжали губки, сжали, напрягли. И пытаемся улыбнуться. Затем вот эту часть прорабатываю. Просто здесь пальцы идут по кости. Не по глазу, а именно по кости, да. Вот так вот. Затем вот этими вот большими пальцами находим вот те бугорочки, которые мы вначале, да, массировали. Вот здесь вот, вот этими вот этими местами находим вот эти бугорочки. Вот прямо уперлись в них и вверх. Вверх. Уперлись и вверх. Вверх. Можно глаза тоже подключать. Напрягать. Напрягаем, да, то есть круговые мышцы глаз. Вот так. Дальше. Вот таким вот крючочком берёмся за подбородок. Большие пальцы вот сюда убираются. И оп, и вверх. Оп, и вверх. Оп, и вверх. Всё, и рукой. Я прям вот, ну, вот так вот беру пальцы. И опять по костяшкам. И вот так. Опять по костяшкам. И так. Не в глаза. В глаза не заходим костяшками. Всё по кости делаем, да. То есть вот отсюда. Отсюда пошли. Носик. Носик сморщили. Вся сморщилась, как изюм. Ну, а что делать, да. Вот так отсюда пошли, сморщились. И по кости вернулись. И опять. Оп. Вернулись. И вот. Вся сморщилась. И по кости вернулась. Можно вот прямо все костяшки взять. Но опять же, под скулой, сюда и по кости. Под скулой, сюда и по кости. Глаза. Подвороток. Всё. Поднимаем. Всё поднимаем. Так. С губами. С губами. Рекомендуют надувать шарик. Но у меня это очень сложно получалось. Вообще практически не получалось. Потому что шарик сам по себе сложно надуть. Когда он новый. А когда у тебя ещё не работает одна часть губ, то тут проблемки будут. Меня это раздражало, поэтому я шарик не надувала. Первое время. Первое время я проговаривала весь алфавит. Потому что у меня п-п-п-п-п- губы. Ой, эти буквы п-п-п- пролетали. Так как губа не шевелилась. Поэтому я проговаривала весь алфавит. Особенно те буквы, которые очень сложно было произносить. Там п-п-п. То есть, да, те буквы, где задействованы наши губы. П-п-п. Нет, например, п-п-п-привет. Привет. Я вот так говорила. То есть я... Ну, для профилактики все буквы. Там а-а-б-б-б-б-б. То есть вы когда вот такие вот согласные буквы произносите, у вас вы можете напрягать, да, и глазам уже б-б-б-б. Алфавит с губами. Губы я прорабатывала. Проминала. Снутри вот так вот. Сейчас может быть кого-то напугаю. Но вот так вот. А кругу, ну, масляное лицо еще не впиталось. Еще проблематично. Ну, это у вас лучше, да? Это мой рот, мои руки. Поэтому, ну, как бы, если кому-то неприятно смотреть, у меня руки чистые. То есть. Рынаю гу. Гу-рынаю. Дальше. Изнутри. Изнутри. Хальция. И этими. Все вот здесь вот. Все вот здесь вот я провинала. Все вверх. Все вверх тянула. И вот так вот опять делала. Вверх, сюда. По кости. И назад. Вот так вот. Вот так. Все. Дальше. Такой крючок. Палец сюда. Этот сюда. Вот так. Вот такой массаж. Все. Все. Рынаю. Могут быть болезненные ощущения. Немножечко. Как бы сильно тоже не усердствуйте, да. То есть, ну, все-таки бережно. Максимально к себе. А, и вот. Что? Массажка вот такая. У. 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 Ну, собственно, собственно, вот такой вот уже раскраснелось, да. Раскраснелось вот такой вот массажик. Ну, и естественно, как можно больше нужно гримасничать. Всяко-разно. Чтобы. Чтобы у вас мимика работала. Вау. Вот. Поэтому как можно больше гримасничать нужно. Собственно, вот такие вот упражнения. Вот такие упражнения. Все, что я делала. Самое главное, это как я считаю, да. Размять лицо как можно больше заставить его двигаться. Блин. А с брекетами неудобно. Они царапают внутри. Заставить его двигаться. Вот. Мне кажется, у меня достаточно хороший результат. Не восстановилась я на 100%. Потому что, ну, когда я какую-то очень, ну, гримасничаю, видно, что лицо несимметричное. Но, в целом, когда я разговариваю, обычную беседу-беду, да, незаметно, в принципе, результат меня устраивает. Вот. Собственно, все. Если кому-то будет полезно, ставьте лайк, пишите комментарии. Надеюсь, что помогла, да. Вот. Два раза, минимум два раза в день массаж нужно делать. Как можно больше разминать лицо. Вот. Чтобы мышцы постепенно вспоминали и начинали работать, как и прежде, да. Потому что у нас есть мышечная память, но у мышц лица она очень короткая. Поэтому ее нужно восстанавливать, помогать. В общем, надеюсь, что это видео было полезным. Всем здоровья. Пока-пока. 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 Продолжение следует...